Проблемы с канализацией в Ахтубинской районной больнице не менее 10 лет. Время от времени напряженность при помощи коммунальщиков удавалось снимать, но ненадолго. Как решить проблему кардинально, речь шла на совещании в районной администрации с участием специалистов мэрии и предприятия «Водоканал». Тогда главный врач Дмитрий Жмыхов выразил надежду, что сообща ситуацию, все же удастся переломить. Вот эти проблемные моменты, касающиеся канализации, они должны уйти. Надеемся, у нас все получится, работы там немало, но будем стараться. Стараться пришлось, арендуя спецтехнику из соседнего региона. Вчера в полдень машина из Волжского прибыла в Ахтубинск и по улице Красноармейской работала до самого вечера. В районной администрации, городской администрации совместными усилиями вместе с некоторыми управляющими компаниями принят совместное решение об аренде канала привычной машины мощной в городе Волжский. Сегодня ребята приехали, сегодня пробиваем канализацию ЦРБ. Это не только ЦРБ, это линия полностью Красноармейская-Саратовская, трехсотая труба, она полностью забита. Также будет осуществлена пробивка канализации. Постоянно жалуются у нас квартал Добролюва-8 и двух-трехэтажные дома по Ужуковскому. Аренда спецтехники – мера вынужденная, но других вариантов у руководства города и района не было. Комбинированная машина ОМЗ-611 – техника многофункциональная, но в нашем случае важно, что она оборудована вакуумной установкой. Длинная бухта со шлангом, высокое давление водой, специальная насадка, которая бьет одной струей вперед, пять струй мощных бьют назад, пробивает засор сначала в одном направлении и дальше гидравлическим приводом вытягивает весь мусор в обратное направление, также вакуумный насос забирает все в бочку с этого колодца. Таков принцип работы спецтехники – пробивает забой и откачивает нечистоты. Для того, чтобы добиться эффекта, машина из Волжского 9 раз заправлялась водой и 9 раз вывозила нечистоты на поля фильтрации. Забой в канализации по Красноармейской пробили, но работы для местных коммунальщиков еще хватит. В идеале спецтехнику надо иметь и у себя. И такой вариант уже рассматривается. Мы неоднократно уже писали заявку после визита губернатора нашей Игоря Юрьевича Бабушкина к нам в город. Он пообещал рассмотреть вопрос по приобретению для муниципального образования в городах Дубинск такой канала промышленной машины. Все письма необходимые написаны, коммерческие предложения отосланы. Сейчас на уровне области рассматривается вопрос о включении в бюджет Астраханской области, финансирование для приобретения подобной машины, которая позволит нам своевременно прочищать и устранять забои, а также поддерживать конденсационную систему на лежащем состоянии.